ночью был снегопад старые тропинки все занесло вот это сейчас я прошел след остался а вот туда на ледобур вчерашняя тропинка еле-еле просматривается лунки оставил с удочками вон как тоже удочки все занесло то есть я так понимаю уходить мы будем почти по целине жерельса молчат флажков сработавших не видно сейчас пробегусь посмотрю понимать сегодня третий день у тебя опять третий день утро завтрак мы кушаем блинчики сама вот испекла с творогом очень вкусно года хорошая ветра нету снега нету сейчас пойдем рыбачить это все никому не интересно ты сидишь в чем без них да без них бы сейчас мы подписчиков бы набрали бы побольше снимай короче а это наша избушка на курьих ножках вот его жерлица и у нас первая щука ура мы поставили жерлица сейчас мы будем их немножко переставлять потому что они стоят без дела у нас одна щука и одна поклевка он сашка лунки сверлит идет снегопад а мне надо добыть воды вот так вот это все делаем берем кружечку и в луночки водички у нас добыча воды у нас загар ничего не крутится возможно там ничего нет но посмотрим крутится у меня щучка вот такая маленькая вот прям вот поставила да да около коряжника ага сколько минут 15 прошло наверное сейчас я тебе тоже помогу только чем она упитана такая дайте фотка сниму что ли сейчас от снега очищу было понятно что это не слишком щука прикинь ура это моя первая щука на жерлицу ты только что ведь поставила пусто Юлька опять у меня наверное что-ли поставила нет даже даже не не сбила просто в этом не было деревья впадут снег очень громко сколько нападала вот так вот у нас какого вот снега нет только на наш лагерь а а а а а а а а ну как все как печально очень Сейчас здесь сидел-сидел, ничего не клюет. И вдруг, я же думал, ладно, пойду чай пить. Такой, знаешь, такой, я даже не знаю, то ли леска за лед задела, то ли что, но какая-то имитация поклевки. И все, я теперь уйти не могу. Хочется кого-то поймать. А те три удочки, мотыль еще даже красный. Вот на ближний сюда, такой, пообсосанный. А те две, вот просто, он прям вот, единственное, что только не шевелится. Я не знаю, что происходит. Столько времени на водоеме, и ничего не поймано. Ну, жераль, ладно, сработали. И то, вот они, смотри, ночь-то простояли все на месте. Все сработки, такое чувство, что в течение двух часов. Да, вчера прям за короткое время. Ну, это ладно, это движение рыбы, там перемена погоды. Ветер, конечно, да, он просто меняется, вот туда-сюда, просто туда-сюда идет. Но ни на одной глубине ничего не выстреливает, я просто не понимаю. Сколько лунок я вчера прошел, просто окунечка к лотвичке. Мы ничего не смогли такого поймать, даже наживца вот насадить. Я, знаешь, что думаю, может пойдем на второе озеро прогуляемся, без снастей. Так, выйдем на него, посмотрим. Или вообще, слушай, переехать туда, раз мы не леща ловим. А? Забрать сейчас жерлица. Что там? Юль, с высвеливанием. Где? Сниз. Не знаю, холостая или нет. Погода не делает. Неа. Что, не лезет? Ага. Да, погода в моем есть. Бежать? Я не понимаю. Почему она не заходит? Есть. Ура. Ура. Слушай, это время 11 часов. Вчера... Смотри, как резки вымотало. Ага. Давай какую-нибудь полчоночку расцепим, чтобы я руки освободил. Да, сейчас. Только что сработала жерличка. Прямо буквально в нескольких метрах от меня. Немножко выжду. Сейчас она его заглотнет поглубже. Вот. Пять минут назад вот там сработало. Но я дернул раньше времени и, видимо, малька из нее выхватил. А так, вообще, у нас их полно стоит. Снег продолжает идти. Снег идет очень густо. Выходить, походу, мы будем по целине. Ну, эта поклевка неудачно кончилась. Вот. Завела щука за корягу. Зацепилась. Вот. Малька сожрала. Сейчас, наверное, Юльку подожду. Она убежала дорогу чистить в лес. И будем отцепом пытаться снять крючок. Прямо чувствуется, что заветку за какую-то цепляется. Не идет. Ну, вот из трех уже две провальные поклевки. Две провальные. Отцеп – это свинцовый груз, внутри которого двигается стальная палочка. Здесь она имеет просто колечко запаянное. Вот. К карабинчиком подцепленное. А здесь вот такую вот конструкцию размыкающуюся. Вот. Которую можно вот так вот законтрить внутри тела. Вот. Для чего это нужно? Мы берем… Не отходи дальше. Мы берем леску от спасаемого нами объекта. Вот так, наверное, не очень. Да. Заводим вот сюда. И… А, подожди, нет. Тут очень важно что? Чтобы у нас направление совпадало. Вот вниз уходит леска в лунку. Значит, мы ее отсюда… Сейчас, подожди, как мы… Вот так ее заводим. Чтобы она так же вниз и смотрела. Чтобы это… Сам все перепутываю тут. Чтобы при последующих ударах от цепа в корягу это все не заклинилось, не перепуталось. Дырочка эта, она не круглая. Поэтому аккуратненько выставляем. Так, что мы теперь делаем? Значит… То, что нам надо отцепить… То, что надо отцепить леску эту… Мы ее держим обязательно натянутую. Обязательно в порядке. Вот. А, отцеп наш… Сейчас, прежде всего, что эта немножко леска запутался. Вот это надо натянуть. Чтобы отцеп… Вот. Свободно по ней ходил. Вот. Смысл в том, что мы должны ударить крючок там под водой, который собьется с коряги. Вот опять сработка. Ну, что-то, мне кажется, это ложно. Я сюда минут 15 назад подстадил у такого здоровенного окуня. Вот здесь как раз я пропустил поклевку, рано дернув. Мне кажется, что это вот тот самый окунёк просто сбил флажок. Сейчас я вытащу, посмотрю. Ну да, как и предполагал, этот живец, видимо, сильно дергался и сбил. Вот сбил флажок. Живчик там крупненький, поэтому он мог. Ну, ладно, что же. Ждём ещё поклёвочек. Пока пытаюсь наловить ещё окуньков. Честно сказать, какой-то странный процесс. Ничего не клюёт. Очень редко. Прям на удивление. У нас сработка. Я клюнул статус? Да, да. Надо стоить где малёк. На эту клевала. Это, наверное, он, скорее всего, опять тут сделал. Там малёк вот такой. Ну да, главное будет. Да, это вот на неё у меня будет сработать. И, понимаешь, я вот сижу здесь ловлю. А капюшон надет. Я не очень хорошо вижу. И слышишь только... Поворачивается сработка. Ё-пупы. Но я её прям пролюбил. То есть, малька вообще не было. То есть, я даже не зацепился ничем. Хорошо, что конька поймал. Ну, ты бы он здесь и поймал. Представляешь, вот он отсюда и взятый. Интересно, что они, кажется, большие, конечно. Да. Блин, Юлька, ну и что делать тебе? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Большие, не спорю. Но лучше большие окуни, чем ничего вообще. Согласна. У нас, кстати, на жерлицах уже, наверное, больше, чем наполовину висит дохлый карась. Поэтому, может, у нас с тобой... Ну да, у нас сейчас шансы такие невысокие. Слушай, как темно, да, из-за снега. Да. Работка будет. Ладышки, побежали на тот берег. Ну да. Работало буквально две минуты не прошло. Я подходил к берегу. Не было. Поворачиваюсь. Когда сюда подошел, один оборот катушки сделал. Вот вопрос. Тянуть или подождать? Не пойму. А, есть что-то сопротивление какое-то. А-а-а! Сошла прямо здесь, под берегом. Да ты что? Ага. Она пошла, пошла, пошла. Вот. И бросила его. Это опять что такое? Двойник? Да. Двойники, в общем, не работают, да? Вот. То есть, сидела прямо... Да, все-таки... То есть, она там была. Ага. Да. Вот вопрос, да. Какие крючки? Ну я хочу сажать-то. Карася сейчас поставлю. Удохло. Ага. Ага. Ух. Ух. Ух! Ух. Ух. Ух! Ух. Ух. Сидим в палатке, на улице минус восемь, внутри двадцать семь, что ли, я не знаю, тут жара такая. И готовим макарошки с сосисками и сыром. Вкуснотища, бровишки, печка, ой, самогон, ну, прекрасно. Устаканилась погода, начался клёв, а нам домой, да? Да. Ну, ты-ка начнёшь снимать, скажи мне? Снимаю уже. Здравствуйте, доброе утро. Вот он, пятый день нашей мегарыбалки. Завтра нам уезжать. И сегодня, получается, крайний день рыбалки, потому что ищей, которые вывезти надо очень много. И она, в общем-то, даже идёт. А мы вынуждены заканчивать, потому что, ну, одним разом мы просто не увезём всё это раз. Второй момент. У нас закончились мальки, а наловить мы их почему-то не можем. Вот. Я уже чего только не сделал. Кормил, чего-то мутил. Я не понимаю чего. Вот. За всё время поймано, сколько там, 4 штучки живцов. Ну, просто дичь какая-то. Что ещё надо сказать? Сегодня мы планируем вывезти часть нашего снаряжения. Ну, вот рыбалку и кое-что там по продуктам, чтобы лишнего не было. А завтра уже попытаться эвакуироваться полностью. Погода у нас поменялась. Вот. Рассвет сегодня был просто колоссальный. Солнышко. Сейчас мороз порядка в минус 13. Лунки все замерзают моментально. И сейчас было две сработки на жерльцах. Одну я даже достал. Одна ещё стоит взведённая. Боюсь раньше времени дёргать. Сейчас вот сюда опустим поплавочек. Пойдём туда решать вопросы. У нас вот такое сегодня замечательное утро. Красивое небо. Ничего не сыпется. Ведь ветерка нету. Красота. Как в сказке. Вот у нас такая сёлочка. Загар. Очень похоже на холостой. Ага. Пусто. Да. Вот очередная поклёвка. Я её прям слышал. Как флажок отщелкнул. Но это опять как и везде. Боюсь поспешить. Посмотрим, что там. Стоит как будто не вытянул. Леска болтается. Блин. Лошку не взяли. Там. А. Ну нет никого. Сбило просто. Ага. Ну отпускаем. Ну мертвый бей. Что это у вас? Вот. Окунёчек. Живец. Из тех поставленных живцов выжил один. Вот этот, который на переднем плане, а не вот тот в капюшоне. Вот. Тот тоже выжил, но ещё не факт. Ну давай торжественно его отпустим. Он столько дней простоял на жерлицах. Вот. И перчатку туда же, да. Бульк. Давай зайчик плыви. Спасибо, что ты поймался. Что ты пытался нам помочь. Здоровья тебе и терпения. Ну что, завтра день отъезда. Сегодня день предварительного вывоза. Рыболовные снасти все уже упаковали. Бензопила, какие-то лишние шмотки, ещё что-то. То есть то, без чего можно пережить до завтра. Мы максимально упаковали. И сейчас по дороге немножко подровняем ширину колеи, чтобы санки вот эти не валились лево-вправо. Вот. Потому что завтра у нас санки будут тоже, надеюсь, в две уложимся. Но они будут капец какие-то тяжёлые. Сегодня очень лайтовенькие. Может быть мы даже засветло не вернёмся сегодня. Сейчас два часа. У нас три часа на всё. То есть если бы туда-сюда, мы может и успели бы. Но если копать сейчас будем, скорее всего назад уже пойдём по темноте. Но ничего страшного. Зато завтра будет легче выезжать. Ну что, всё. Взяли санки, пошли? Да, попёрли. Давай. В узкой колеи от человеческих следов санки не помещаются и заваливаются на бок. И становится вообще невозможно их вести. Мы уже натаскались вдоволь. И сейчас немножечко, скажем так, готовим себе трассу. Под сегодня, под завтра. На участках с самым глубоким снегом мы будем пробивать вот такую колею и санки по ним тащить. Слава Богу, это не большой кусок пути. Это суммарно, ну, 200-300 метров так надо сделать. Вот такую вот мы дорожку прочистили. Здесь метров, наверное, 20. Вот. Сейчас вот будем спускаться. По такой дороге можно ходить просто постоянно. Сделали бы это в первый день, да? Ты знаешь, в первый день и понимания не было, как должно быть. Ну да. И был ещё один момент, что... Я даже не знаю, вот... Да нет, наверное, бы всё равно бы сэкономили силы, если бы подготовили трассу. Да. Хотя, ты бы сходила один раз. Чего бы ты сэкономила? Всё равно вот первый ход, всё равно по целине. Ну, я бы, по крайней мере, чистила бы там дорогу, не знаю. Если бы ты чистила обшёл, может быть. Тебе бы легче. Может быть, да. Дай попробуй, да. Пойдёт и пойдёт. Каждые 10 метров нам даётся сбою. Пройти, протащить и почистить. Вот. Почистили, проехали, прочистили, проехали. А сюда мы ехали. Вот так, под такой целине. Ноги утопали по самой «не балуйся». Тащить санки было невозможно. Сейчас, конечно, легче. Немножко протропили, подрубили. Вот. Но всё равно санки тяжёлые. Едем. А это упоротые туристы, которые делают вид, что им приятно ходить в походы. Подарег туда. Такого не было. Вот наши следы. А снега выпало много. Он навалил деревьев. И обойти даже непонятно где. Там обрыв слева. Справа лес густой. Да уж. У нас вот такой завал. Расчищаем дорогу. Нам только этих завалов не хватало для радости. Разгрузили немножко мы свой завтрашний переезд. По саночкам в машину оттащили. Светлого, относительно светлого времени у нас минут сорок. А идти нам не меньше часа обратно. Поэтому сейчас, наверное, особо мозг не канифолим. Бежим обратно. Машина на месте. Целая. Снега прилично навалило. Но, в принципе, наверное, уедем. Если ничего в худшую сторону не поменяется. Ладно. Это будет завтра. Сейчас бегом в лагерь. Ага. Дошли за два с половиной. Возвращаемся в лагерь. На темноте. Настали жесть. Ну, еле идут. Ну, вот и подходит к концу наше путешествие. Рыбалка. Приключение. Шесть дней. Вдали от людей. На далеком лесном озере. Никого. Здесь нет никого. Даже зверей нету. Следы, вон, белых зайцев. Больше что-то никого не видели. Куропаток видели. Да ладно, не о том. Интересное путешествие, но тяжелое. Сюда очень тяжело добираться. Если нет снегохода, то, честно сказать, только вот как мы. По пояс в снегу. Саночки за саночками. Получается, что из там шести дней пребывания у нас четыре было занято какими-то передвижениями. Ну, не каждый раз захочешь так отдыхать. Вот. По рыбалке. По рыбалке. В водоем не распечатали. В водоеме очень большие перепады глубин. Я на меры максимально 18 с чем-то, но что-то мне подсказывает, что есть и глубже. Поплавочная рыбалка. Ну, мормышка, поплавок. Почти не принесло результатов. Что там? Четыре окуня, одна палатричка. То есть никак. До веща так и не добрались. Где он стоит? Не понимаю, и кормили, и так, и это. В общем, не угадали. С хищником чуть лучше. Ставили жерлицы мы, наверное, от трех до семи метров на глубине. То есть, в принципе, вдоль берега. Сработок было больше десяти. Реально поймали четыре щучки небольших. Они, ну, грамм по 600, наверное. Из ошибок, что мы взяли мало малькам, потому что наловить его не получилось. Видимо, надо какие-то сетки-костынки ставить или привозить его в нужном количестве. Было бы больше жерлиц поставлено, я думаю, результат был бы интересен. Ну, нам на поесть хватит. Для развлечения больше, чем достаточно. Поэтому никаких претензий дедушке водяному спасибо. Лешему отдельное спасибо. И за дрова, и за то, что тропинки не замел, и дерево на нас не уронил. Ну, прям все хорошо. Сейчас мы берем все свои вещички. Еще часа три, наверное, нам с этими тяжелыми самками добираться до машины. Ну, и потом будем надеяться, что автомобильный след тоже не сильно занесло, и что мы можем спокойно уехать. Ну, и к вечеру надо быть дома. Ну, вот, очередное упавшее дерево по дороге. Отломилось оно, судя по всему, отсюда и грохнулось. И, вроде, препятствие-то небольшое. Останками перешагнуть через него сложно. Вчера были с бензопилой, могли бы пропилиться. Сейчас придется обтаскивать как-то. Какие столбики стоят. Красота-то какая. Ну, что, у нас заключительный день. Тащим санки. Санки сегодня тяжелее, чем вчера. У Сашки примерно 70 кг. Мне полегче на килограмм 20-30, наверное, не больше. Но все равно тяжело. Идем, останавливаемся. Но уже к дому идем, поэтому так радостно уже. Лес, красота. Застряли. Ну, пеший путь прошли, что. Осталось теперь не застрять. Потому что снега выпало много. Сантиметров 10, наверное. От момента, как мы приехали. Очень надеюсь, что нас удержит. Потому что если не удержит... Надеюсь, что нужно сделать. Ну, еще одно. Клик. Сверху не разогревается. А, наверное, там... Я не знаю, что нас удержите. А, наверное. При выезде из лес у нас Вот такие препятствия Они все так просто Санки, снег и завалы Ну ничего, сейчас справимся Ну вот у нас Первое препятствие на дороге При выезде с полянки По дороге мы вроде бы Более-менее едем Тяжеловато, но едет машина Ну вот у нас еще Завалы Да Да Зайчик что ли? Нет, не зайчик Кто? Зайчик? А, только несколько Да Либо туда сюда Да А вы бегаете Может мы сейчас его увидим? Либо они уже кого-то достали Да, да, да Вон следы есть Это улетевший стоит наверху А, да Я на дорогу Нет, ну вообще ничего не осталось Нет, ну вообще ничего не осталось